Всем привет, друзья! Меня зовут Дима, и это уже вторая моя попытка записать эту карту. Потому что я прям только что записывал, и в итоге я сфейлился, но нашёл кое-что интересное. И для того, чтобы добраться до этого самого интересного, мне сейчас придётся скрафтить кирку. Хлипкую или уже даже лёгкую. Но для начала мы должны выполнить задание. Мне надо отвлечь парочку парниш на утренней перекличке, и если мне получается выполнить это с первого раза. Если вы не помните, то в прошлый раз у меня были какие-то баги, я просто нападал на офицера, и прежде чем это задание у меня выполнялось, я просто тупо вздыхал. Сегодня я не должен тратить время на всякую чепуху, потому что у меня есть твёрдая цель. Мне надо скрафтить кирку, и даже, наверное, можно не улучшать мои кусачки. Сейчас мы бежим просто на завтрак, там мы, наверное, просто тупо отмечаемся, и смотрим, что продают мои ребята. Так, первый продавец это у нас артист. У артиста есть один скотч, и у шныря есть файл. Оба эти предмета я смогу найти, в принципе, в столиках у заключённых, так что эти предметы я пока что не забираю. Все офицеры у меня пока что на завтраке, и надеюсь, я сейчас смогу очень быстро обшмонать все столики. Два столика уже есть, нахожу один провод, возможно, он мне тоже потребуется. Следующий столик чумы, две зажигалки, пока что зажигалки нам абсолютно не нужны. Столик холеры, и мне нужен либо какой-нибудь скотч, либо, блин, да мне вообще все предметы нужны. От скотча до дерева. И опять я сказал о дереве, и это самое дерево у нас появилось. Есть один уже запрещенный предмет у меня есть, но на самом деле мне потребуется тогда два дерева, потому что из этого дерева я сейчас, скорее всего, скрафчу крюгли на место переправы. А второе дерево у меня уже пойдет для того, чтобы я смог скрафтить себе саму кирку. И также дерево мне потребуется для того, чтобы улучшить эту самую кирку. Здесь ничего нету, и столик чумы я уже проверял. То есть одна из трех секций у меня уже проверена, остается теперь только две. Так офицерам монгол отсюда уходит, и мы приступаем к проверке столиков. Укасово нахожу бочку пинариума, в принципе, эту бочку я тоже забираю, потому что мне надо будет подружиться с ребятами, с теми ребятами, с которыми я дружил в прошлый раз, чтобы опять напасть на офицеров, и чтобы забрать у них, наверное, форму офицера. Нахожу бейсбольную биту, и, наверное, перед тем, как все эти вещи оставить у себя в столике, я ищу моих ребят, мою банду. Нахожу сразу же чуму, чуме я дарю бейсбольную биту, и беру его в банду. Теперь надо найти торпеду, торпеду я прямо сразу же нахожу, дарю ему бочку пинариума, беру этого торпеду в банду, и отлично, банда у меня есть. Теперь надо пойти оставить все эти предметы у себя в столике, и уже надо напасть на какого-нибудь офицера, чтобы забрать его форму. Все, запрещенный предмет оставил у себя в столике, у себя, то есть в туалете, и ищу невинного офицера, который даже не подозревает то, что мы сейчас на него будем нападать. Все офицеры меня испугались, и просто никто не хочет идти сюда. Я, наверное, нападу на них либо в столовую, либо на тренировки, потому что здесь, я думаю, самое безопасное место. Остается буквально час до переклички, и почему-то офицеры тупо не идут ко мне. Они все где-то... Они ушли куда-то, блин. Отлично, вижу Махана, который идет вроде бы один, а нет, нифига, Машка еще к нему идет, блин, если бы Машка увидела то, что мы бьем другого офицера, да, меня сразу же убивают, хотя я вообще был в принципе ни при чем, и хоть бы моя банда справилась, и... И есть, 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 во-первых, у нас зеленые ключи, которые мне вообще не нужны, и есть форум офицера, который мы хватаем, и убегаем просто отсюда. Меня, к сожалению, избили, у меня остался 41 бакс, но ничего страшного, форум офицера мы оставляем у себя в туалете, и давайте-ка приберемся у себя в столике, потому что очень много предметов, которые мне так-то не нужны, например, еда мне не нужна, в принципе, всю тяжелую работу я уже сделал, так что давайте заберем всю свою еду и подарим ее кому-нибудь. Например, пусть даже подарим немножко шоколада к чуме, и все остальное подарим, наверное, торпеде. Все, вроде бы я от лишних предметов избавился, и, во-первых, надо бы немножко подкачаться, а, во-вторых, надо найти, наверное, лом, но лом я не смогу просто так найти, я его смогу только купить, поэтому мне надо побольше заданий, которые я смогу выполнить, и нахожу одно задание, найти жвачку для бивня, и, по-моему, я уже жвачку где-то видел, ну, конечно же, уже не помню где, так что мы сейчас быстренько обыщем заново парочку столиков, и, возможно, я найду ту самую жвачку, которая нужна этому парню. Нахожу еще одно дерево и лист металла, но лист металла мне, к сожалению, не нужен. Захожу к столику, к костылю, и у костыля я забираю, забираю ничего, потому что ничего интересного у него нету. Все, две секции из трех я уже обыскал, и теперь на очереди моя секция, да, и больше здесь вроде бы ничего нету. Оставляю вот эти вот всякие предметы на полу, потому что хранить мне их негде уже. Круто! Нахожу еще один скотч, круто, и если у меня есть журнал, то я смогу скрафтить постер, ура, есть! Постер мне тоже, скорее всего, потребуется, хотя вряд ли. Ну, ладно, оставлю его здесь. Замечательно! Так, что мы имеем пока что? Мы имеем одно дерево, один скотч, и мне нужен файл и лом. Файл и лом, и все будет тогда хорошо. 41 доллар, надо найти ту самую жвачку, быстрее ищем, пожалуйста, жвачка. Нет, пока что пусто. Блин, ну, жвачка, в принципе, же не редкий предмет, почему его нету? Еще один незанятый столик, и... Черт возьми, только аптечка. Придется нам, наверное, опять обыскивать те столики, которые я уже обыскивал, чтобы найти жвачку, да, для выполнения этого задания. Скорее всего, жвачка есть где-то здесь. Сейчас мы быстренько все обшмонаем, и... Промах. Неужели я сейчас не найду ни одну жвачку? Блин, это же вообще отстойно будет. Есть! Все, есть эта жвачка. И, в принципе, теперь опять обыскиваю столики, потому что теперь мне потребуется искать те предметы, с помощью которых я смогу с кем-нибудь подружиться. Конечно же, мне нужна бочка пинариума, потому что с помощью этой самой бочки я смогу очень быстро подружиться с тем парнишей, который будет продавать у меня лом. Но пока что на бочке пинариума мне совершенно не везет, и тут у нас паяльник, который у нас продает. Лех, лома у него, к сожалению, нету. И тут избили еще ребят, но я что-то их немножко боюсь поднимать, потому что боюсь увеличивать свою подзреваемость. Холера еще у нас продавец, и у холеры тоже нету, к сожалению, лома. Пока что мне на ломы совершенно не везет, так же, как и на задание. Хотя вот рыжий хочет, чтобы я достал ему форму офицера, и глаз хочет, чтобы я какого-то офицера избил. Блин, ну, в принципе, 60 долларов – это нормальная сумма для лома. И если бы кто-нибудь стал продавать этот самый лом, 75 долларов – это то, что мне надо практически. Только бы надо с кем-нибудь подружиться, то есть не с кем-нибудь с этим парнишей, дарим ему все предметы, которые у меня были. Уважение не так уж и сильно подскочило, но мне теперь надо буквально забросить 8, мать его, долларов. Быстро бежим в какой-нибудь столик, в первый столик, и мы его сейчас быстренько обыскаем, и хоть бы какой-нибудь классный предмет. Блин, нахожу только мыло, но если бы я нашел хотя бы один носок, то бы тогда я смог скрафтить классное оружие. Но что-то пока что мне не везет. Хоть бы у нас сейчас продавцы не поменялись. Пожалуйста, 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 умоляю. Все, нашел еще два предмета, с помощью которых я могу с ним подружиться. Бежим назад в душ, и надеюсь, я сейчас с ним подружусь хорошо. Так где наш продавец? Вообще никого не вижу, блин. Артист. Господи, да блин, подстава, опять жестокая подстава, они стоят друг на друге, и я не могу кликнуть просто по артисту. Идиотизм какой-то. И походу сейчас из-за этого бага я останусь без лома. Вот он, наш артист, он все еще продает этот самый лом. Дарим ему еще один гребень, дарим ему лезвие. И что ж, он меня уважает на 70 единичек, и он больше не продавец. Я понял, я зря с ним дружился просто, и плакал мой лом. Замечательно. Вот из-за этого гребаного бага я не смог сейчас купить лом, и просто... Эх, у нас новые продавцы, и теперь продавец прыщ, который продает у нас лом за 75 долларов. И теперь мне придется дружиться с прыщом. Но опять же, мне потребуются какие-то предметы, с помощью которых я смогу с ним подружиться. А пока что у меня ничего нету. Опять ищем предметы, опять ищем заточку. И слушайте, с помощью аптечки я тоже смогу с ним подружиться. Поэтому сейчас беру опять эту самую аптечку. Иду, ищу прыща. И надеюсь, я сейчас могу с ним подружиться так, чтобы он мне спросил... Ну, баксов так 10. На прыщ, держи аптечку. Сейчас я по тебе даже немножко покликаю, чтобы уважение увеличилось. Дальше я дарю тебе лезвие бритвы. И еще кликаю по тебе. Дарю тебе заточку. И хухухухухуху. Ровно 61 доллар. Вау. Если я даже сегодня не скрафчу кирку до конца. То с помощью этого самого лома я тоже смогу сломать ту стенку. Вау, вау, вау. Все. Мне очень сильно везет. Но если бы я нашел сегодня еще один файл. Да, я бы просто тогда офигел. Но пока что мне не везет. И вряд ли я до конца этого дня смогу что-то найти. Хотя, где-то я здесь слышал драку. Если в этой драке я смогу найти файл, то блин, я конечно же верю в удачу, но чтобы мне повезло настолько сильно, это такого быть просто не может Попробуем взять задание у масленка, масленок хочет, чтобы мы... Нет, плохое задание У меня в принципе есть два легких задания, это надо дать лезвие бритвы чуме и дать форму охранника рыжему У меня два этих предмета есть и в принципе если я эти два задания выполню, то мне будет хватать на файл Но опять же, возможно у меня проблемы с деньгами не будет, но продавцы, продавцы у меня файл не продают, к сожалению И вряд ли эти продавцы поменяются до конца этого дня, дюбель продает только лом и другой продавец тоже файл не продает, к сожалению Ну ладно, не отчаиваемся, в принципе готовимся тогда к побегу, хотя, ну слушайте, возможно сегодня сбежим, а возможно будет опять сегодня файлу Но на всякий случай мы уже вешаем две простынки себе на решетке и еще из двух простынек мы крафтим себе веревку Так, плакат есть, все, есть, еды, да, к сожалению... А, нет, стоп, пончик один есть и мне кажется этого мне хватит Так, нитки и третьи у меня нету, так что скрафтить прочную нить, как в прошлый раз я не смогу Но наверху вентиляции у меня лежит в принципе крепкие кусачки, так что все хорошо Меня сегодня проверяют, и это капец как не кстати Поэтому прямо сейчас мы убегаем с этой гребаной переклички, мы смотрим нет ли у меня каких-то запрещенных предметов Тут у меня вроде бы все хорошо, и поэтому мы прямо сейчас крафтим себе еще одну ложную решетку Потому что вдруг у меня та решетка сломается, и тогда в таком случае мы ее быстренько заменим на новую решетку Все хорошо, веревка у меня есть, пончик забираю, это все оставляю здесь Так, 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 рюкли наносить приправу беру себе, форму тоже беру себе Наверное прямо сейчас я и переодеваюсь, чтобы места побольше было у меня Вроде бы ничего не забыл, беру мой столик, залазю наверх, надеюсь меня не спалят Надеюсь меня не спалят, и тихо, 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 спокойно, спокойно, спокойно Решетка у нас не ломается, чучело у меня лежит на месте, так что все хорошо У меня наступает прямо сейчас отбой, и я бегу покорять эту самую тюрьму Забираюсь наверх, и теперь, ребят, мне надо спрыгнуть в определенном месте Мне надо спрыгнуть ровно тут, потому что к этому месту мы из другой части тюрьмы забраться не сможем Вот крыша сделана таким образом, то что именно в этой части тюрьмы я могу оказаться только если спрыгну именно там Теперь мы в общем бежим вдоль стены, я там уже вижу побег свой, и теперь добираемся до этого здания В этом здании мы с помощью моего лома ломаем одну стенку, и в принципе, плакат я забыл что ли? Я же бр... окей Ребят, я не помню где я оставил плакат, но... Ладно, надеюсь меня до утра не спалят, а если меня не спалят, то скорее всего я сбегу отсюда Ломаем эту стенку, забираемся наверх, и... есть! Вот здесь мы еще не были, и теперь начинаем свое новое путешествие Так крепкие кусачки у меня есть Ломаем, наверное, стенку здесь, она у нас не под напряжением, слава богу, отлично Ломаем стенку здесь, наверное, сейчас съем пончик один, потому что у нас энергия немножко падает И уже забираемся в новую зону, в этой зоне мы еще не были, нам раньше мешал сюда пробраться этот самый заборчик Поэтому делаем последний удар, и оказываемся в новой зоне Тут у нас также есть прошкодора, тут я уже пройти не могу Ииии... так, это у нас новая крыша, здесь мы еще не были, пробираемся на новое здание, и... Серьезно что ли? Офигеть есть! Ура! Блин, ну офигеть, 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 офигеть! Классно, 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 31 тысяча! Вау! Это была, наверное, самая необычная черема, потому что в этой череме просто офигенная крыша И она очень сложно устроена Слава богу, у меня все получилось Спасибо вам, ребят, огромное, что советовали мне в комментариях А я сейчас, наверное, просто закончу и буду радоваться своему прохождению Окей, ребят, на этом действительно все С вами был Дима, удачи вам и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok